Вот там, на 880 здесь есть. Вот так вот, все бордюры собираем. Бывает вот такое. Ловко маневрировать на большом грузовике в узких самарских дворах, заставленных машинами, не проблема для Владимира Федорова, водителя мусоровоза с 26-летним стажем. Он еще помнит времена, когда дворы были свободными, но теперь реальность другая. Работу усложняют плотно припаркованные автомобили, которые иногда перекрывают подъезд контейнерным площадкам. Даже некоторые, касаясь жильцы, говорят, как вы, говорят, ездите здесь, маневр совершаете. Это ладно еще, некоторые водители с пониманием относятся к нам, а некоторые так похабно себя ведут, могут и оскорбить. Порой к контейнерным площадкам подъехать мешают и шлагбаумы. Но чтобы решить этот вопрос, водителям раздают или ключи, или номер телефона ответственных лиц. Однако это проблема городов. В селах весной появляется другая сложность – размытые дороги. Иногда приходится вызывать помощь, чтобы достать мусоровозы из грязи. Мусоровозы, несмотря на то, что кажется, что это большая такая проходимая машина, на самом деле очень часто машины вязнут в грязи. Приходится прибегать к помощи местной администрации, связываясь с ними, с главами поселений, с главами районов. Просим, чтобы нам предоставили какую-то технику, трактора, другие какие-то грузовики, которые, бывает, что берут просто на буксир и вытаскивают из грязи нашему мусоровозу. Такие проволочки сказываются на и без того плотном графике водителей. За один день городские мусоровозы должны очистить около 150 контейнеров за один рейс. Это около 30 адресов. Причем среди задач водителя и рабочего не только погрузка ТКО, но и уборка рассыпавшегося мусора. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.